Девушки отдыхают С коллегами по работе или по команде Все растущие и развивающиеся отношения со временем сталкиваются с конфликтами Он может произойти между друзьями или на работе, в церкви или дома Почему я так говорю? Может я просто пессимист? Нет, я уже достаточно взрослый и знаю о чем говорю Все мы несовершенные существа, которые со временем ранят или получают раны от других Вы можете подумать, что такое происходит только с теми людьми, которые не имеют отношений с Иисусом Потому что последователи Иисуса умеют избегать конфликтов Хотелось бы, чтобы это было правдой, но это не так Почему? Посмотрите в Библию Она полна историй конфликтов людей, которые следовали за Иисусом Хотя мы становимся новыми людьми, когда принимаем Иисуса Но при этом мы все еще учимся жить в этом новом обличье Мы не успеваем разобраться с этим до конца жизни А это значит, что остатки нашей старой жизни со всем ее багажом Все еще всплывают на поверхность, приводя к конфликтам А в притчах очень много мудрости о конфликтах Иисус тоже учил нас, что нам делать во время конфликта Особенно, когда мы — пострадавшая сторона Притча напоминает нам, что конфликт — это сложная штука Например, в притче 17.1 сказано «Лучше сухая корка с покоем и миром, чем дом, полный заколотого скота, а в нем вражда» Мы знаем, что конфликт может испортить даже самый шумный праздник Сколько есть фильмов о напряжении в семье прямо посреди каких-то праздников или торжеств Которые должны быть радостными моментами в отношениях Например, на свадьбе Посмотрите фильм «Моя свекровь — монстр» Или «Безумно богатые азиаты» И вы поймете, о чем я Обычно конфликты в отношениях начинаются с какой-то мелочи А потом перерастает во что-то огромное Притча 17.14 Сору начать, что плотину пробить Остановись, прежде чем она вспыхнет Когда вода прорывает плотину, вы не можете вернуть ее обратно Вы не можете собрать ее Нужно лишь бежать впереди нее Нам нужно прощение от Иисуса, чтобы Он забрал нашу вину и исцелил нас от чувства стыда Но нам также нужно научиться отпускать боль в отношениях Которую причинили нам или которую мы причинили другим Притча 17.24 Разумный держит на мудрости взгляд А глаза глупца блуждают на краях земли Иными словами, разумные люди ищут мудрости для решения конфликтов А глупцы ничего не ищут, потому что думают, что лучшая политика – это избегание конфликтов Габриэль Маркес в своей книге «Любовь во время холеры» описывает семейную пару, которая распалась из-за куска мыла Да-да, из-за куска мыла Обязанностью жены было содержание дома в порядке, включая покупку туалетных принадлежностей Однажды она забыла поменять мыло И как-то вечером ее муж заметил «Я уже почти неделю моюсь без мыла» Но она отрицала, что не положила в ванной мыло Она знала, что забыла сделать это Но была задета ее гордость И она не собиралась уступать Следующие семь месяцев они спали в разных комнатах и ели в тишине И даже когда они уже были старыми и безмятежными, они поднимали эту тему очень аккуратно Потому что едва затянувшаяся рана начала кровоточить так, будто бы появилась только вчера Как кусок мыла мог испортить брак? Ни один из партнеров не хотел сказать «Стоп! Так больше не может продолжаться!» Мне очень жаль, прости меня Итак, какой можно сделать вывод? Нет, конфликты неизбежны в этом мире, потому что все мы сломленные люди Во-вторых, конфликт имеет огромные последствия И разбираться с ними очень сложно Но часто мы игнорируем то, что Библия говорит о решении конфликтов Мы поняли, что нам нужно избегать создания конфликтов Но почему-то мы решили, что нам также нужно избегать решения конфликтов В этом случае нами руководит дискомфорт, а не желание решить конфликт Божьей мудростью Мы скорее хранители мира, чем миротворцы Миротворцы — это люди, которые решают конфликты Возможно, вам знакома одна из таких сцен Вы на пляже, и последние пару часов вы строили прекрасный песчаный замок Но у него есть башни, смотровые площадки и мосты Он прекрасен, он вам очень нравится Но вот появляется хулиган, который проходит прямо через ваш замок Вас это злит, потому что вы потратили на него много времени Но вы решаете поступить правильно и простить этого человека К тому же в притче 17.27 и 17.28 сказано «Человек знаний осторожен в словах и рассудительный, хладнокровен Даже глупца, когда он молчит, мудрым сочтут И когда он удерживает язык, рассудительным Так что же делать? Вот вам несколько примеров того, что не стоит делать Плохой, прощающий — это тот, кого я называю тряпка Он пассивно игнорирует обиду и ничего не говорит Он не противостоит хулигану Он смотрит на свой замок и думает «Ну, нужно строить заново» Проблема тряпок в том, что у них всегда пассивное отношение Это похоже на прощение Но на самом деле это всего лишь нехватка смелости Такой человек держит обиду внутри И она постепенно растет Но он не желает выражать ее Тряпка не прощает А просто позволяет, чтобы подобное происходило снова и снова Тряпка думает, что прощение значит ничего не говорить И терпеть оскорбления и насилия Это не решение конфликта И не прощение Далее идет рационализатор Рационализатор смотрит на хулигана Который прошелся по песчаному замку И думает «Ну, может быть, он не нарочно» «Может, он не заметил мой замок» Рационализатор пытается сгладить и преуменьшить обиду Рационализатор придумывает оправдание для обидчика Он делает это, потому что Проще простить что-то маленькое, чем что-то большое Иногда рационализатор даже отрицает то, что его обидели Хулиган имел полное право пройтись по моему замку Потому что он был у него на дороге Прямо посреди пляжа Он придумывает отговорки и оправдания Вместо того, чтобы разобраться с обидой Это тоже не прощение Затем идет барахольщик Кто такой барахольщик? Он простит вас на этот раз Но такой человек никогда ничего не выбрасывает Он берет этот случай и хранит его в уголке своего разума Когда этот же человек снова делает что-то барахольщику Он сохраняет и это в своей памяти И никогда не расстается с этим А в момент накала страстей он берет все, что накопилось И вываливает на человека Он говорит Это так на тебя похоже Ты всегда так поступаешь Так было тогда, тогда и тогда Это тоже не является истинным прощением Последний тип Это надзиратель Надзиратель говорит Я прощу тебя, когда ты отработаешь свою вину Надзиратель считает, что обидчик должен быть наказан И он заключает его в тюрьму перед тем, как простить Надзиратель следит за своим заключенным, который должен показать, что он заслуживает прощения Это тоже не прощение Что же тогда настоящее прощение Какое прощение нравится Богу Поддерживается Иисусом Полезно для отношений И разрешает конфликт Как оно выглядит Иисус часто говорил о прощении Однажды Петр спросил его Господь, сколько раз нам нужно прощать человека, который обидел нас Учителя закона говорили, что нормально прощать около трех раз и все Петр подумал, что будет чуть лучше, чем учителя закона И поэтому сказал, следует прощать кого-то до семи раз Это уже неплохо, не так ли, Иисус? А Иисус ответил, не семь раз, а семьдесят раз по семь Иными словами, вы должны прощать больше раз, чем можете сосчитать Об этом сказано в Матфея 18 Представляя, как Петр подумал Ты что, шутишь? Этот же вопрос задаем и мы Когда переживаем частые обиды от коллеги со сложным характером Обманчивого на начальника и фальшивого друга Господи, сколько еще? А как насчет пьяных водителей или неверных супругов? Как насчет грабителя, который напал на вашего друга за то, Что тот оказался не в том месте и не в то время? Или человека, который обижал вас, когда вы были маленьким и беззащитным? Сколько раз, Господь, его тоже нужно прощать? Мне ее простить? А ты их прощаешь? Этими вопросами задаются многие из нас И мы думаем, зачем мне разбираться с конфликтами, если это так болезненно? С социологической точки зрения конфликт — это возможность Доктор Рон Тейвс, специалист по решению конфликтов, Учит, что несколько межличностных стычек Являются катализатором для чего-то хорошего К примеру, для решения конфликта Решая конфликты, отдельно взятые люди и группы людей Приходят к взаимному пониманию, Определяют свои полномочия И решают важные вопросы в своей жизни и в нашем обществе Бог создал людей с разными ценностями Мнениями, взглядами и желаниями А также со способностью решать конфликты Чтобы их межличностные отношения становились еще богаче Вы уловили эту мысль? Решенные, проработанные конфликты Делают вашу жизнь богаче С библейской точки зрения Иисус отвечает на наши вопросы И протесты истории В Матвее 18.23 и 18.35 Иисус рассказывает историю Чтобы показать, как действует Царство Божье Он сказал, что Царь простил слугу, Который был ему должен, очень много денег Но этот, прощенный слуга, Не проявил ту же милость и благодать к своему коллеге Который был ему должен, маленькую сумму Когда Царь услышал об этом, То очень разозлился и приказал схватить И мучить того слугу, пока он не отдаст все, что должен Затем Иисус добавляет Вот как будет относиться к вам мой Небесный Отец Если вы не будете прощать друг друга от всего сердца Иисус учит своих учеников и нас Что прощение, которое мы даем Должно быть таким же, как то, что мы получили Мы были прощены за все, что привело нас на путь смерти Были прощены не некоторые, а все наши грехи Вот что Иисус сделал на кресте для нас с вами Если мы отказываемся прощать, то помещаем себя За пределы досягаемости Божьей благодати Джордж Хербер сказал Тот, кто не может простить другого, разрушает мост, по которому должен пройти сам То же самое сказал Павел в своем послании к ефесянам Избавьтесь от всякой горечи в душе Гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы Будьте добры к друг другу Проявляйте сострадание Прощайте друг друга Как и Бог во Христе простил нас Мы прощаем, потому что мы были прощены Мы прощаем незаслуживающих прощения Потому что мы не заслуживали прощения Мы даем свободу согрешившему против нас Потому что мы получили свободу от грехов против Бога Но даже делая то, что, как мы знаем, нужно делать У нас возникают вопросы Забыть об обиде и несправедливости лишь потому, что кто-то сказал Простите, кажется слишком большой просьбой Мы можем найти сотни причин, чтобы не прощать Мы можем думать, пусть это будет для него уроком Или я не хочу поощрять безответственное поведение Пусть немножко попереживает Ей это только на пользу Она должна понять, что у всего есть последствия Это меня обидели Поэтому не мне делать первый шаг Как я могу простить, если ему или ей даже не жаль? Прощать, потому что мы прощены Кажется слабой мотивацией, когда мы чувствуем боль, нанесенных нам ран Нам сложно увидеть связь между тем, что Бог даровал нам и тем, что нам нужно даровать другим Нам сложно провести параллель между Богом и нами и другими людьми и нами Иисус понимал эту проблему и предложил практические советы Иисус знал, что наш человеческий подход не работает Нерешенные конфликты приводят к нанесенным самому себе травмам Когда мы не хотим разбираться с конфликтом, то говорим «Ничего страшного, я в порядке, не переживай» Так мы преуменьшаем конфликт и обиду, потому что не желаем признавать, что нас ранили Наша гордость или страх становятся почвой для обиды Обида похожа на кастрюлю на вашей кухне Еда в ней готовится медленно Все ингредиенты пропитываются одним вкусом И дом наполняет аромат Обида действует так же Она похожа на эмоциональную кастрюлю Которая наполняет все уголки вашей жизни Известный южноафриканский лидер Нельсон Мандела сказал Обида – это как выпить яд и подумать, что он убьет ваших врагов Что же останавливает обиду и разрывает цикл боли? Справедливость? Месть? Возмездие? Нет Мандела сказал Прощение освобождает душу и удаляет страх Вот почему это такое сильное оружие Он также добавил Примириться не значит забыть или пытаться закопать боль конфликта Примирение значит работать вместе Чтобы исправить последствия прошлой несправедливости Хотите двигаться дальше? Разберитесь с конфликтами в вашей жизни Прощение и примирение могут остановить цикл боли и обвинений И разрушить многолетнюю привычку обижаться В Новом Завете слово, переведенное как прощение Означает отпускать, выбрасывать, освобождать А слово «обида» описывает, что происходит, если этот цикл не прервать Оно буквально означает «чувствовать снова» Обида цепляется за прошлое Она переживает его снова и снова И постоянно срывает пластырь, не давая ране затянуться Все это началось с первых людей, которые жили на земле Мартин Лютер, комментируя историю Адама и Евы, написал «Подумайте, сколько ссор было между Адамом и Евой за 900 лет жизни на земле» Ева говорила «Это ты съел яблоко» А Адам отвечал «Это ты мне его дала» Иова 5.2 «Обида убивает дурака, зависть губит простака» Я видел это во многих отношениях Даже в моей собственной семье не хочется признавать Но я сам поддавался якобы оправданной обиде Но я понял, что только прощение — это выход Оно не решает все вопросы справедливости, вине и честности Иногда оно даже избегает этих вопросов Но оно позволяет отношениям исцелиться и заново начаться Нельсон Манделла сказал «Мы должны стремиться к тому, чтобы руководствоваться щедростью Духа Которая поможет нам перерасти ненависть и конфликты прошлого Это происходит путем прощения и примирения Если мы не будем превозмогать в себе человеческую природу То мы будем плену людей, которых мы не можем простить И это касается и тех случаев, когда один полностью невиновен А второй полностью виновен Невиновная сторона будет ходить сраной, пока не найдет способ, как опустить ее Единственный выход — это прощение Непрощение держит меня в плену прошлого и не дает возможности измениться В своем прощении мы отдаем бразды правления нашему врагу И обрекаем себя на последствия своих действий Писатель Льюис Смитц сказал «Первый и единственный, кто исцеляется от прощения — это тот, кто прощает» Когда мы искренне прощаем, то отпускаем человека на свободу А затем обнаруживаем, что пленный, которого мы освободили — это мы сами Прощение — это непросто, но с непрощением жить еще сложнее От прощения и примирения оживает надежда Притчи 13.12 Несбывающаяся надежда томит сердце А сбывшееся желание — дерево жизни Если честно, то все мы желаем иметь хорошее отношение с семьей и друзьями Бог создал нас социальными существами И мы желаем, чтобы нас знали, любили и принимали за то, кто мы Когда отношения разрушаются, мы скорбим У нас болит сердце Мы надеялись на лучшее А когда отношения восстанавливаются, мы радуемся Мы празднуем Так и должно быть Притчи 17.9 сказано «Прощающие оскорбления ищут любви, а напоминающие о нем отталкивают близкого друга» Мы знаем, что каждый день появляются новые возможности для конфликта Мы не просыпаемся с мыслью Сегодня я буду конфликтовать с женой или с детьми, или с коллегами Это просто происходит, и мы уже ранены и обижены И даже не знаем, как так случилось Как я попал в эту переделку С утра ведь все шло так хорошо У некоторых из вас сейчас могут быть прекрасные отношения с другими людьми И у вас нет никаких серьезных конфликтов В моей жизни никаких обид У меня все в порядке Предлагаю вам добавить к этой фразе слово «сегодня» У меня все в порядке сегодня Не хочу прозвучать как пессимист, но я себя знаю И не думаю, что вы сильно отличаетесь от меня Я могу влезть в конфликт быстрее, чем во что-либо Но Бог знает нас И поэтому Библия полна советов о том, как быть милостивым к друг другу Например, Евреям 12.15 Бойтесь лишиться благодати Божьей и не допустите, чтобы какой-нибудь ядовитый корень, разрастаясь, причинил вам вред и испортил многих Притча 12.18 Слова опрометчивых ранят, как меч, а речь мудрых исцеляет Римлянам 12.18 Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми Почему? Столько внимания к жизни в мире Потому что Бог знает и нашу склонность перекладывать вину и обижаться Нам с вами в будущем понадобится прощение, а может даже и сегодня Иисус понимал это, и поэтому Он внес прощение в свое учение о молитве В Матвея 6 Иисус учит молитве «Отче наш» Там сказано «И прости нам грехи наши», как и мы, прощаем согрешающих против нас Уловили? Обида и непрощение блокируют Божье прощение в нашей жизни Библия говорит, что мы не можем получить то, что мы не желаем давать Опасно молиться молитвой «Отче наш», потому что в ней сказано «Господь, прости меня так, как я прощаю всех остальных» Вы действительно хотите этого? Нам нужно прощать других, потому что Бог простил нас Обида не работает, и в будущем вам обязательно понадобится прощение Мы же не хотим сжигать мост, по которому нам нужно идти Прощение — это улица с двухсторонним движением Однажды один человек пришел к известному проповеднику, Джон Уэсли, и сказал «Я никогда не смогу простить этого человека, никогда» Уэсли ответил «Ну, надеюсь, вы никогда не согрешите, потому что всем нам нужно то, что мы так не хотим давать Не пилите сук, на котором сидите А что мне нужно сделать сейчас? Начните с исполнения воли Божьей в ваших отношениях уже сегодня» Вот что такое трансформация Бог трансформирует нас А это трансформирует наши отношения с другими Как многие из вас знают В детстве я пережил насилие И в подростковом возрасте меня съедало чувство вины Злость, боль, страх и неуверенность в себе Когда я стал последователем Христа Бог сверхъестественно убрал из моей жизни и из моего сердца злость по отношению к моему насильнику С этим было покончено Меня больше не охватывала обида Я больше не думал о том, что мне нужно, чтобы чувствовать себя хорошо Я смог сфокусироваться на Божьем плане для моей жизни и моих отношениях Я пошел по пути исцеления и мог быть милостивым благодаря Божьей милости ко мне Я начал жить в свободе, а не как жертва Когда я признал, что мне нужно было Божье прощение и Его благодать Я смог стать каналом благодати для других Если вы сфокусированы на своем обидчике То вы позволяете этому человеку контролировать вас Некоторые из вас позволяют людям из вашего прошлого контролировать ваши настоящие Если вы обижаетесь на них, то они контролируют вас Если вы продолжите обижаться, то со временем вы будете похожи на того, на кого вы обижаетесь Да, так это и работает Вы становитесь тем, на чем вы фокусируетесь Хорошая новость в том, что Бог хочет разобраться со всем мусором в вашей жизни И Он знает, когда вы к этому готовы Он убирает по одному слою, потому что Он милостивый Когда вы становитесь верующим, сходит один слой Проходит время, и Бог продолжает работать с вами Освобождает вас от ваших ран, привычек и заскоков Он постоянно приглашает вас во что-то лучшее И, возможно, сегодня вы сделаете еще один шаг Возможно, сегодня вы решите простить тех, кто вас обидел Или изменить свое отношение к тем, кого обидели вы Бог начинает работать с мусором в вашей жизни Перерабатывать и использовать для чего-то полезного Бог хочет переработать эмоциональный мусор в ваших взаимоотношениях И сделать из этого что-то хорошее Иисус сказал Я даю вам новую заповедь Любите друг друга Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга Как мы можем любить так, как Иисус полюбил нас Прежде всего, нам нужно тянуться к Иисусу Попросите Иисуса войти в вашу жизнь Вы не можете сами выдавить из себя прощение Которое понадобится вам для всех жизненных обид Человеческое прощение быстро заканчивается Вам нужно отдать себя Иисусу и Его силе Чтобы Он ежедневно давал вам все необходимое прощение Чтобы постепенно отпустить всю боль из вашей жизни Обратитесь к Нему Он даст вам прощение А затем вы сможете передавать Его другим Во-вторых, спросите у Бога Кого вам нужно простить Если у вас есть испорченные отношения Спросите у Бога Каким должен быть первый шаг к примирению Может, Бог напомнит вам о ком-то А может, вы и сами знаете, кто эти люди Но все начинается с того, что вы отдаете себя Христу И доверяетесь Ему Затем вы принимаете Его прощение И ходите в Нем Чтобы давать Его другим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok